Когда они разорвали вещи, начали опять избивать, то есть уже по голому телу, то есть я лежал на снегу, после чего, после чего произошло то, что для меня это было сильным ударом, они просто психологически меня сломали, они унизили. Субтитры сделал DimaTorzok Меня вытащили с машины, бросили на землю, продолжили избивать. Угрозы также продолжались, то что мы же сказали, мы свое слово сдержим, мы тебя убьем, то есть ты урод, ты позоришь нас, людей рядом нету. Их трое, я один ничего бы не смог сделать. Мне отобрали все личные вещи, то что у меня были, телефон. Потом стали рвать на мне вещи, не знаю, с чем. Когда они разорвали вещи, начали опять избивать, то есть уже по голому телу, я лежал на снегу. Да, они говорили то, что хотим убить, то что таким как я не место, но потом они просто надругались надо мной, они изнасиловали меня. Изнасиловали, оставили на улице. Вещи были порваны на снегу, в крови. Не было действительно. На тот момент во мне столько было страха. Я не знаю, сколько потом после этого я просидел там, потому что не мог прийти в себя. Потом я, когда уже немного успокоился, не понимал то, что либо я останусь там и просто замерзну. Я увидел то, что недалеко светятся фары машин. Я вышел на дорогу. Там стоял таксист. Получается, у меня ни денег, ничего абсолютно с собой не было. Я в таком ужасном состоянии, сбитый весь в крови. Единственное, я ему говорю, пожалуйста, ничего не спрашивайте, отвезите меня домой. Дома я с вами рассчитаюсь, деньги дома есть. Хорошо. Водитель ничего абсолютно не спросил. Я сел в машину на заднее сиденье. Меня всего трясло. Несколько дней я просто пробыл дома и боялся просто выйти на улицу. Потом я живу один, мне все равно мне пришлось перебороть свой страх. Я вышел. Поехал на работу, но первую неделю я вообще боялся. И если человек мимо проходил, для меня уже был страх, меня трясло. Обращаться, естественно, смысла не было. Не в милицию идти. Просто я бы пришел бы в милицию, мне бы сказали извини. Нет, геев, от пидоров заявление не примем. Потому что у меня был случай, когда я просто шел на улице. Тогда я одевал серьгу. У меня была серьга. Станвиле два сотрудника милиции. Я паспорт показал. Они говорят, это что, пидор. Я говорю, с чего вообще такие вопросы? Они говорят, по тебе же видно. Они говорят, сейчас отвезем в этот участок. Там расскажешь все. То есть после того, что произошло, как идти в милицию, естественно, я не пошел. Получается, с того момента, когда только начался поднимать вопрос о этом законопроекте, общество восприняло это как, для них это немножко призыв на охоту. Просто вот как услышали то, что вот законопроект, услышали слово ГОМО, все. Открывается война, ходят, угрожают, истребляют. Общество воспринимает это именно как разрешение на истребление, можно даже сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok